Друзья, нахожу просто 5 минуточку, чтобы выйти на улицу и хоть немножечко вдохнуть свежего воздуха. С моим вот этим пожеланием въехать в свой дом, который я поставил задачу на этот год, вы его помните. Потом второе пожелание это отметить Новый год с друзьями в своем доме уже в более-менее комфортной такой ситуации. Короче, это все вместе навалилось и сегодня мы будем с вами заниматься тем, что будем укладывать керамогранит на пол. Ну и походу буду рассказывать, показывать все наши изменения в доме. Братцы, один момент сразу скажу, те кто не подписан на канал, я прям советую подписаться, потому что мы здесь надолго, лучше начать следить за стройкой уже сегодня. Ну интересно же правда, зрители, которые на канале давно не дадут соврать, интересно, интересно. Да постоянно что-нибудь делаем, постоянно строим. В процессе работы у меня остается очень много керамогранита вот в таком ключе, то есть опилки, опилки, которые по факту можно было бы выбросить. Но друзья, я решил, что именно ими я сделаю на лестнице все подступенки. Или подступеньки, подступенки. А ступени будут из фанеры. Но по-моему я это уже на канале говорил. Поэтому выбрасывать ничего не буду, все треугольнички я очень аккуратненько складирую вон на веранде. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Раз, два, три, четыре штуки делаю И считай, почти весь зал закрыл А сколько на улице-то мороз, мороз, нереальный мороз Ну, лазерный уровень, мы понимаем, это классное подспорье И прям вот, ну, мне нравится Но есть еще один волшебный прибор, инструмент Который стоит всего лишь рублей 100-200 Это вот такая вот линейка С помощью нее у меня удалось То есть, короче, с помощью моей интуиции Я сделал вот такие замеры А с помощью этой линейки я все исправил Точнее, решил перепроверить И вот к чему пришло Кстати, посоветуйте, друзья Говорят, что можно делать примыкание без плинтусов Мы этот вопрос обсуждаем уже пару дней Нужны ли плинтуса при аккуратном, ну, таком примыкании Может быть, ну, так аккуратно Оно, конечно, не так, чтобы прям идеалочка Но для колхоза, для нашей деревни Супер, по-моему Ну, еще задам вам вопрос Вообще не относящийся к нашей работе Вот этот товарищ научился ларить Теперь он лает на все Лает на елке, лает на небо, лает на машину Лает, просто бегает, лает Это делает он днем, ночами Короче, когда он вот так не лежит, он лает Вот что делать Самое-самое прекрасное это пиление, друзья Пилить прям чудо Особенно, когда был ветер вот эти два дня Нереально Друган идет, иди сюда, дружище Иди, здорово Здорово Все, ладно, пилим Шел третий вечер укладывания кафеля Вы думаете, я вот прям беру вот все легко Да, вот видосов у меня в комментариях пишут там Как ты все легко делаешь, друзья Конечно, это легко, когда хорошо смонтировано А вот когда немножко жизни в это добавить Когда сказать, что вот сегодня вечер Многие люди сегодня в пятницу купили в магазине Как мы, Женя, сегодня услышали это слово Просекко Просека Я все время слушал в всяких этих телевизорах там Про просеку Думаю, что такое вообще просека Это в нашем колхозе такого нет Оказывается, это какой-то напиток алкогольный Так вот, а мы сегодня просто берем и укладываем кафель Вот уже третий вечер Завтра будет четвертый вечер Справедливости ради хочу сказать, что укладывать его Это просто приятно А приятно в чем? В том, что я люблю такие работы, которые ты понимаешь, что их повторять больше не придется То есть ты один раз сделал, один раз хорошо и до свидания И больше ее делать не придется Вот такие работы, это по мне Но сразу скажу, это не касается меда Наш алтайский мед, вот по этой ссылке, друзья, приобретайте Вкуснейшая вещь Давайте так, для сомневающихся, если вдруг такие есть еще на канале Я могу прям в следующем видосе комментарии от наших зрителей Которые попробовали наш алтайский мед и написали свои отзывы Жень, скажи, какие сложности у тебя вызвала вот эта работа? Все легко? Все легко и просто Стоит ли брать такую или все-таки какие-то другие вариации? Опять же, я сейчас говорю не о модели плитки, а говорю о бесшовном варианте Потому что мы взяли недорогую плитку с бесшовную И геометрия ее, честно говоря, отвратительная Вот прям берешь пачку, с одной стороны надавливаешь, с другой стороны какая-нибудь идет волной И, конечно же, в варианте бесшовки это может потом сыграть на носках или на коже Или еще как-нибудь Поэтому вот мы, натирая сегодня, не делаем углубления, а затираемся прямо вровень, чтобы все эти углы никоим образом потом не повредили ногу Но сделать это ровно реально нереально Потому что начинаешь укладывать, все три стороны классно, четвертая выпирает Плитка кривая Друзья, на самом деле, ну а какую можно плитку еще, ну, как бы, говорить о качестве Если плитка по тысяче... тысяча... по тысяче рублей за штуку Тысяча сто рублей за квадратный метр Мне нравится мрамор Просто смотрится Сначала начали что-то мы смотреть, выбирать, как нам уложить так, чтобы мрамор к мрамору Там и все такое Потом вообще бросили эту затею Потому что, как ее ни клади, она ложится идеально Нет такого момента, что где-то принт совпал с принтом Ну, не знаю, если вы сейчас где-то найдете, напишите мне в комментарии Но мы не заморачивались Я просто кладу друг на друга и пофиг И смотрите, как получается Очень многие из вас, я уверен, в начале видоса увидели, что радиаторы у меня стоят у стены В начале видоса про керамогранит Но в предыдущей серии я рассказывал, как устанавливать эти радиаторы на стены Вы же понимаете, что, живя в своем доме, невозможно просто разграничить работы на поэтапные какие-то элементы И поэтому у меня получалось, что в перерывах между установкой керамогранита Я вешал батареи где-то наоборот И даже, кстати, те, кто особо внимательные зрители Увидели в предыдущем видосе, что керамогранит уже где-то местами был постелен Это не киноляпы Это просто работа, которую необходимо было делать вот в перерывах Поэтому в видосе попало и так, и так Я уверен, что этих киноляпов еще будет очень много И, наверное, даже в этом видео, которое вы смотрите сегодня Особо внимательные зрители увидели спойлеры будущих выпусков Если так, то напишите Потому что 100% в кадр попало то, что я вам покажу завтра Так, еще момент По поводу вот этих треугольничков, которые запрессовывают керамогранит И делают его как бы ровным В нашем выпуске я не раз говорил о том, что у нас калибровка керамогранита не совсем четкая И поэтому тратиться на вот эти системы Не помню, как они называются правильно Ну, я не посчитал нужным Киянка, рифленый шпатель с высотой шва в 6 мм Отлично справлялся со всеми задачами Этого мне вполне хватало, чтобы нивелировать все неровности И делать керамику более-менее качественно Так, пользуясь случаем, хочу сказать про геометрию Смотрите, берем, прижимаем здесь все плотненько Ведем взглядом И упираемся вот в такое Смотрите, прижал Хочу сдавить И вот крайний лист у меня вот в таком ключе себя ведет То есть, если тут сдавливаю плотно То здесь у меня раскрывается, видите Вот Примерно 3 мм Вот такая вот геометрия Поэтому, друзья мои, когда вы спрашиваете, что это за фирма Я вам могу написать, что это за компания Но если спросить меня о том, что советую ли я это Ну, не знаю, братцы, решайте сами Ну, вы видите, как она себя ведет, да? Ну, вы видите, как она себя ведет Ну, вы видите, как она себя ведет Керамику положили Спойлеров будет куча сейчас Осталось вот замазать у нас батареи Затянуть это все полимерной штукатуркой Для того, чтобы потом можно было декоративку туда положить И до Нового года мы должны все это сделать Так, здесь тоже спойлер Мы тут приобрели сейчас по случаю небольшую кроватку Для того, чтобы гостиную как-то заполнить Сейчас я сюда дверь поставлю Будет здорово И у нас здесь Смотрите, какая гостиная получается Просто шикарная Ну и, конечно же, я не мог не зацепить сегодня Уважаемую мною компанию Читайте сами Ребята нам прислали Две обалденные швабры Которые самовыжимаются Самоотжимаются Три в одном Женя, покажи Это первый вариант Классная штука Мне очень даже понравилась Ну, выполняет свои функции на все сто Но есть еще и вот такой вариантик Мне он, кстати, больше зашел Потому что, нажимая на пурок Вы просто воду перед собой брызгаете И вперед пошел полировать керамогранит Так, Евгения У тебя лучше получится Это, наверное, удобнее Ну, так сказать, пыль протирать Угу То есть ты сразу брызгал, протер Это если тебе не надо Прям какую-то грязь смывать Просто, ну, чистый там Пройти, собирать пыль И, кстати, и, кстати С ней идет в комплекте Пять запасных насадок Друзья, впереди у нас очень много Различных работ Поэтому, кто не подписан на канал Советую подписаться А я с вами прощаюсь А? Потолок в комнате Потолок в комнате? В какой комнате потолок? В нашей комнате Да, друзьяшки! Об этом же я вам не рассказывал У нас еще впереди будет такая Инновационная штукенция Вам понравится Потолок Там не только потолок Там еще и шторы И еще я хотел прогуляться С тепловизором По всему нашему дому Но мы ждем Холодной погоды Как только мы дождемся Я сразу же это сделаю Тепловизор уже у меня Я рад был вас сегодня видеть До скорых встреч Увидимся буквально Через пару дней Все, пока-пока-пока Пап, так не ты их видела А не тебя Друзья, ну вы же сейчас Будете писать комментарии Поэтому, наверное, Все-таки вижу вас я Да мы друг друга видим Все, до скорых встреч Увидимся через пару дней Пока-пока-пока Пока Продолжение следует...